Праздник Кourmet Кourmet Шип Празднуем ли мы Мастерницу неделю, а ждем его целый год! Мастерницу веселую мы открываем и праздновать начинаем! Места! Испали! Места! Испали! Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте! Тепло и радость к вам несла, я весна! Улыбаясь, мне в окно бросают лучи на синем небе. Нет печальной серых туч, настроение супер. Так охота танцевать, дружно вместе с вами. Начинаем зажигать, я не вижу, я не слышу вас смелей. Хлопайте в ладоши, так намного веселее. Лакомка третий день Масленицы. Этот день известен поговоркой к тёще на блины. В этот день тёща приглашала зятя в гости и угощала непременно самыми лучшими блюдами, которые она умеет готовить. Одним из основных угощений, конечно, были блины. В музей на Масленицу пригласили школьников. Празднуем мы Масленичную неделю, и сегодня третий день. Третий день – это лакомка. Лакомка открывает угощение во всех домах. Сегодня, по традиции, должны собираться все близкие, родные, друзья, знакомые в домах и угощаться блинами и разными другими явствами. Это очень приятный день, поэтому сегодня мы пригласили к нам в гости наших друзей маленьких. К нам пришли школьники. Мы им готовим сюрприз. Праздник подготовлен совместно со станцией юных натуралистов. В этот день педагоги станции в роли актёров кукольного театра. Ребятишкам они представили сказку «Блинок». Блинок символизирует солнце, которое начинает поворот зимы на весну. Блинок, как символ добра и света, возвращает в дом старика и старухи петушка, собачку, кота и мышку, которые боялись возвращаться домой из-за своих плохих поступков. Сказка призывает зрителей признавать свою неправоту и просить прощения. Ну а если ты толкался, баловался или дрался, то подумай, не спеши и прощение попроси. Готовить блины на масленицу – давняя традиция. Блин, как и солнце, жёлтый, круглый и горячий. И старейшие верили, что вместе с блином они съедают частичку его тепла и могущества. Так помогали светилу перейти к весне. Посмотрев сказку, гостей праздничного мероприятия, как и положено, угостили блинами. Встреча была познавательной для ребятишек. Мне понравилось, что надо делать добрые дела и во всём говорить правду. Всю неделю можно блины есть. С вареньем, с маслом. Блины прогонять зиму. Так дети отметили третий масленичный день – лакомку. Как и на протяжении всей масляной недели, в этот день положено было беззаботно веселиться, наедаться от бузы и не думать ни о чём плохом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...